МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня пятница, 16 октября. В эфире новоуральская тщательная компания информационная программа-объектив студии Мария Антонова. Мир, мои коллеги, познакомим вас с последними городскими событиями сегодня в выпуске. Абсолютный максимум. Цифры дня по ковид-19 в стране, области и Новоуральскому городскому округу. Низкий поклон врачам. Александр Петров, депутат Государственной думы, член Комитета по охране здоровья о современных реалиях борьбы с пандемией. На два дома больше. Сегодня комиссия принимала многоквартирные дома после капремонтов. Подрядчик компания Комби сдаёт объекты с опережением графика. Теперь об этих и других событиях подробнее. В России зарегистрировано ещё 15 150 новых случаев заболевания ковид-19. Это антирекорд за время пандемии в стране. За последние сутки в Свердловской области число заразившихся составило 32 193 уральца. Зарегистрировано ещё 219 случаев заражения. По информации из Межрегионального управления номер 31 ФМБА России, по данным на 16 октября в Новоуральском городском округе, за последние сутки число больных и с подозрением 49 человек. Из них с подтверждённым диагнозом 17 горожан. Снято с наблюдения 76 человек. В настоящее время в стационаре инфекционного отделения находится 127 взрослых и 2 ребёнка. Сегодня в режиме ВКС о самом волнующем вопросе в настоящее время борьбе с эпидемией с главным редактором Новоральской обещательной кампании говорил депутат Государственной Думы, член Комитета по охране здоровья Александр Петров. Как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию и что в ней нужно делать? Прежде всего я хочу уже совсем в пояс поклониться нашим медикам, которые, я понимаю, устали больше всех. Вот если сравнить нашу усталость психологическую и их измотанность уже, я не знаю, как это назвать, их усталость, то это в разы, я думаю. И они держатся. Да, мы видим, что есть, кто уходит с работы, увольняется. Есть, кто не выдерживает. Их нельзя осуждать. Каждый человек думает и имеет своё мнение. Поэтому низкий поклон медикам, кто продолжает бороться с эпидемией. И остальным я хочу сказать гражданам нашей России, уральцам. Прежде всего у нас один выход – научиться самозащите. Научиться защищать тех, кто с вами рядом. Поэтому режимы защиты, самозащиты, они простые. Маска примерно в процентах в 50-х случаях спасает, если это медицинская маска, а не маска строительная. Маска медицинская – это единственная маска, которая защищает от вирусов. Она их не пропускает. Это трёхмикронный слой внутри. Вот там внутри трёхмикронный слой. Дезинфекция, перчатки и защититься можно. Конечно, остаются риски, но нельзя уходить в полный карантин, нельзя закрывать заводы, нельзя остановить жизнь государства. Мы все должны понимать. Мы весной давали карантинное время для того, чтобы люди могли перестроиться. Мы никогда не вернёмся в той жизнь, в которой мы жили. Люди считают, что нет ничего страшного, особенно молодёжь. Да, молодёжь легко переносит, но они являются идеальными переносчиками вируса. Ну да, для других. Да, дети легко переносят. Почему школу закрываем? Потому что это идеальный переносчик. И страдает старшее поколение. У нас смертность просто зашкаливает. У нас заболеваемость зашкаливает. Больницы переполнены. Чего мы ждём? Мы думаем, нас всех спасут, некому спасать будет скоро. Вот я ещё раз призываю. Нам нужно обязательно понять здесь каждому, защитить себя сам. Это единственное условие, когда можно жить и работать. Следующий этап – это вакцинация. Над вакцинами сегодня работает семь коллективов научных в Российской Федерации. Одна вакцина уже зарегистрирована, вторая вакцина. Ну а второй вчера сказал президент, да, о том, что зарегистрирована вторая вакцина. Вторая зарегистрирована тоже. Это, правда, вакцины, так называются, по программе раннего доступа. То есть означает, что они неполные клинические исследования прошли. Но всё-таки уже понятен, что они дают иммунный ответ, они защищают от вируса. У них побочные эффекты не фатальные, то есть нет гибели людей. Есть боль в мышцах, есть температура чуть повышенная, там ещё другие побочные эффекты. Но, извините, если стоит вопрос жизни и смерти, и боль в мышцах, ну, наверное, лучше перетерпеть боль в мышцах. Хотя я не призываю никого к вакцинации, это каждый сам решит. Мы никого не будем принуждать к вакцинации, никогда. Каждый сам решит, вакцинируется он или нет. Но каждый должен сам для себя понять, надо ему это или нет. Но вакцина защитит. Более того, вакцины создаются всё лучше, лучше и лучше. Нам нужно время хотя бы выиграть год для того, чтобы создать совершенную вакцину, идеальную вакцину для борьбы с коронавирусом. Мы её обязательно все вместе создадим. Полную версию разговора смотрите в наших следующих эфирах. А сейчас к другим темам. Сегодня утром Большая комиссия принимала многоквартирные дома после капитальных ремонтов. Представители комитета ПЖКХ, Думы Новорайского городского округа, управляющей компанией и надзорных областных ведомств оценили ход выполнения работ на двух объектах по улице Мичурина, дом 22 и улице Ленина, 77. Подписаны ли документы о приёмке домов и сколько объектов в городе осталось отремонтировать, расскажет Наталья Рау. Мичурина, 22. Это один из домов, которые ремонтировала компания Комви. Подрядчик отчитался перед Большой комиссией о выполнении работ по контракту на общую сумму около 11 миллионов рублей. Выполнялись работы по кровле, утепление чердака, фасад и работы по отоплению. ХВС, ГВС и электрика. Электрика была выполнена раньше, а ХВС, ГВС отказы, поэтому работы не выполнены. ХВС заменён ранее был? Ну, я имею в виду то, что... То есть это вопрос, что при обслуживании уже всё заменено? Не то, что не хочу, а обоснованно, да? На приёмке дома комиссия проинспектировала выполнение работ не только на бумаге, но и вживую. Обратили внимание на необычную отмостку в 350 миллиметров. По словам строителей, это допустимая норма, причём согласованная и со стройконтролем, и с управляющей компанией. Сделано это было для того, чтобы в первую очередь вода не скапливалась у дома, и техника при очистке территории от снега смогла спокойно проходить вокруг дома. Согласовано с фондом, это уже практика отработанная. Вот не первый такой дом, с такой отмосткой непосредственно, особенно вот Крупская, там очень маленькие тротуары. Да, там примыкание сразу дороги. И практика показывает, что в принципе наледи нету, такой большой, и люди ходят как бы. Не было замечаний. Он в практике определяется. Пока замечаний не было. Дом действительно заиграл новыми красками. Обратила внимание комиссия и на балконы, которые подрядчик тоже отремонтировал. Как отметила председатель комитета по ЖКХ Светлана Поджарова, задача жильцов чистить балконы от наледи и снега. Весна, таяние, вот около балкона, везде идут разрушения, которые идут вот по фасаду. Были письма, обращения в адресу чистите свои балконы, убирайте свои балконы, вот которые открыты. Мы выдаем, как управляющая компания, мы выдаем предписание собственникам, где образуются сосульки. Вы говорите про сосульки, а вот именно, что чистить балкон. Вот, говорят, центральные улицы, у нас фасады разрушаются рядом, рядом с плитами, балконами. Следующий адрес Ленина 77. Здесь строители выполнили работы по кровле, утеплению чердака, отремонтировали фасад, заменили трубы холодной и горячей воды. Все работы сделали в комплексе. Стоимость контракта составила 9 миллионов 800 тысяч рублей. Подрядчик не только выполнил обязательства по контракту и сдал объект, причем с опережением графика, но и убрал после ремонта весь строительный мусор. Есть тугой куратор, но, сколько знаю, вопросов нет. Вопросов нет дома. Дом отремонтирован. Он принят и жильцами, и надзорными ведомствами. Однако, депутат Думанова Уральского округа Александр Волков и председатель комитета по ЖКХ Светлана Поджарова на объезде подняли вот какую тему. Многоквартирный дом после капремонта выглядит шикарно. Обновленный, красивый, глаз радуется. Однако, если посмотреть на придомовую территорию, нет, строительного мусора подрядчик не оставил. Здесь весь вид портят заросли. Неухоженная и нестриженная территория. Люди жалуются с точки зрения того, что пройти невозможно, зарастает травой. А еще проблема достаточно серьезная, она касается старого района. Ну и оказывается, южного, я даже не ожидал. К домам примыкают деревья, деревья закрывают первые и вторые этажи, дома начинается сырость, начинаются проблемы, надо постоянно держать свет. Летом. В этом году достаточно много домов были определены под капремонт. Их 26. 19 домов из них выиграла компания Комви, 7 МСК. Из 26 домов ровно половина уже сдана, причем с опережением графика и пока только одним подрядчиком компании Комви. МСК только готовится к сдаче. В эти дни их документы проходят проверку. Что касается следующего года, то здесь есть проблемный вопрос, который сегодня комиссией был озвучен. Это кровля. Сегодняшний день вы заметили, на всех этих домах черепица идет. И сегодня у нас встает вопрос о том, что если мы не найдем дополнительную сумму денег, а это порядка 7 миллионов, то с черепицей у нас возникнут проблемы, мы ее просто закрывать не можем. И вот сейчас мы обратились строителей, которые занимаются ремонтом фасадов с этой проблемой. В общем-то, эта проблема обсуждалась в администрации. Денег на сегодняшний день как бы на горизонте не высвечивается. В ближайшее время значит, на комиссии по бюджету данный вопрос будет рассмотрен. Эти 7 миллионов. Ну и понятно, эту проблему нужно решить. Почему? Потому что на сегодняшний день соблюдены все этапы, то бишь, проведена госэкспертиза. Достаточно очень серьезно проходила и до временной рамки были большие. Сегодня согласованы все позиции по ремонту. Согласовано с министерством ЖКХ, со Смирновым. И сегодня ни в коем случае область подводить нельзя. Почему? Потому что область сделала с своей стороны большой, достаточно серьезный шаг с точки того, чтобы в город зашли деньги, чтобы эти деньги работали, чтобы дома были отремонтированы. Во многих городах Свердловской области крышу ремонтируют шифером, потому что черепиться достаточно дорогое удовольствие, хотя красиво и практично. Поэтому в Новоуральске в этом году применяли металлочерепицу. Чтобы сохранить эти позиции, область предлагает доплачивать разницу между шифером и черепицей за счет муниципального бюджета. Этот вопрос можно будет решить только если депутаты и администрация Новоуральского округа найдут возможность в городской казне выделить порядка 7 миллионов рублей. Сумма не маленькая, но необходимая, чтобы Новоуральск продолжал преображаться и радовать жителей, чтобы наш город был той самой территорией, в которой хочется жить. Наталья Рау, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. Внимание у горожан! Полиция Новоуральска информирует. В понедельник, 19 октября, стартует общероссийская профилактическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». Ее главной задачей является привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сборе и проверке оперативно-значимой информации, оказания квалифицированной помощи и консультаций нуждающимся по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц. Мероприятие продлится две недели по 30 октября. Всех, кто располагает какой-либо информацией о точках, где торгуют опасным зелем, о конкретных наркодилерах, притонах, местах возможного хранения криминального товара, правоохранительный просит сообщать в территориальный ОВД круглосуточно. Для жителей Новоуральска по телефонам дежурной части полиции 4-57-57-4-80-40 анонимность гарантирована. Продолжается благоустройство родника в Зеленом Мысу. Его восстановлением занимаются новоуральцы по велению сердца. Напомним, источник был освещен 11 лет назад. Тогда для горожан это стало большим событием. Облагороженный родник долгие годы радовал новоуральцев. Но время идет, все имеет свойство устаревать и изнашиваться. Многие горожане, которые приезжают на источник за водой, уже обратили внимание на плачевное состояние родника. С этой проблемой новоуральцы обращались и к священнослужителям, и к городским властям. Благодаря общим усилиям вопрос удалось решить. Съемочная группа новоуральской вещательной компании побывала на источнике и увидела, как обстоят дела на сегодняшний день. Тему продолжит моя коллега Анна Акрамова. Осенью, зимой, весной и летом, в любое время дня на роднике во имя святого преподобного Серафима Саровского всегда есть люди. Многие новоуральцы уже по многолетней традиции приезжают на источник. Считается, что родниковая вода живая и обладает целебными свойствами. Вода мне нравится. Я ее спокойно пью и сырую. Нравится вот это место. Чистое, спокойное, уютное. И как бы можно свои мысли тут погонять в голове. Однако, как только перестал функционировать санаторий «Зеленый мыс», следить за состоянием источника стало некому. Неравнодушные новоуральцы забили тревогу и благодаря общим усилиям удалось начать реконструкцию родника и прилегающей к нему территории. Новоуральцы обратились к депутату Александру Волкову. Еще прошлой зимой находиться на роднике было небезопасно. Сейчас ситуация изменилась. Вопрос поднимался в администрации. Поддержку оказал и епископ Нижнетагильский и Невьянский. Откликнулись активные граждане. Ситуация начала меняться. Помост полностью заменили. Еще вопрос стал наклонение самой арки. Но здесь, к сожалению, сделать невозможно было. Ее немножко укрепили. Но вот она в таком виде находится. Дальше пока делать ничего не будет. Поправили. заборчики, которые вокруг идут родника. Тоже наклонены были? Да, наклонены были. Потом хотели заняться купелью, но это большие дорогостоящие работы, к сожалению. Она пока находится в удовлетворительном состоянии. Но это на перспективу бы сделать. Наверное, было бы правильно. Ну и второй момент. Купель, если сделать, то ее нужно, конечно, закрывать. Вот даже сейчас прозвучало. Купель не закрывается. Почему? Потому что если сделать замок, это буквально сутки он будет снесен. И тут опять отношение, отношение к то, что мы здесь имеем. Среди добровольцев по велению сердца родник обустраивает Владимир Ломов. Зимой чистит территорию от снега, в другое время года облагораживает, как может. На этот раз красил забор. Мужчина сетует, что его очень расстраивает внутренняя культура тех, кто приезжает на родник. Многие мусорят, оставляют после себя на святом источнике бутылки, фантики и другой мусор. Хорошие слова у Серафима Саровского же есть. Ответь за себя и вокруг тебя спасутся тысячи. Приди, видишь, я уж не говорю о том, ну, окурок пыляется. Ну, во-первых, не брось. Во-первых, вон там стой, курит за входом. Все. То есть, ответь за себя, не гать сам. Конечно, не все люди оставляют после себя мусор. Есть и немало благодарных таким активистам горожан. А то, что здесь облагородили очень хорошо. Красиво, уютно. Ну, посмотрим, насколько это все хватит. Реконструкция источника Серафима Саровского продолжается. Напомним, что все это происходит силами неравнодушных горожан. На сегодняшний день официально родник никто не содержит. Некому вывозить мусор. Это тоже делают инициативные новоуральцы. Люди должны быть понимать, что мы должны как-то то, что имеем, беречь. Ну, и еще раз подчеркиваю, к сожалению, к сожалению, убираться здесь некому. Так что прошу всех правильно понять, ну, и вести себя достойно с точки зрения отношения к данному источнику. Давайте все будем бережно относиться к тому, что у нас есть, и не портить то, что создано другими. В силах каждого новоуральца сделать все возможное, чтобы излюбленный источник как можно дольше приносил горожанам живительную силу воды. Анна Акрамова, Павел Сизов, Новоуральская вещательная компания. И еще об одном благоустройстве. В эти дни идут строительные работы в сквере УМИФИ. Там устанавливают входные арки. Напомним, аллея газоцентрифужной технологии, такое имя теперь носит эта общественная территория, после масштабной реконструкции торжественно открылась в день 75-летия атомной промышленности 28 сентября. На церемонии присутствовали первые лица на Уральского городского округа и Уральского электрохимического комбината, ветераны и студенты НИЯО МИФИ, почетный гость президент топливной компании ТВЭЛ Наталья Никипелова. На реконструкцию сквера в 2019 году было направлено 20 миллионов рублей в рамках соглашения между Росатомом и правительством Свердловской области. В сквере заменили подземные коммуникации, выложили плиткой пешеходные зоны, смонтировали подсветку, новые опоры освещения и подпорные стенки, выложили гранитные плиты у памятника создателям отечественной газоцентрифужной технологии разделения изотопов ураном, установили информационные стенды и вот теперь завершают установку входной арки. На этом наш выпуск подходит к концу. Увидимся в понедельник в 19.30 в эфире Новоуральской обещательной компании. Смотрите информационно-аналитическую программу «Объектив. Итоги». Не пропустите. У меня на этом все. Хороших выходных. Берегите себя и своих близких. Будьте здоровы. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова